Доброе утро, уважаемые телезрители! С особым удовольствием я сегодня встречаю в этой студии директора Новосибирского музыкального театра Леонида Кипниса. Леонид Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте будем традиционно подводить итоги уходящего года. Событий у вас было очень много в театре. Давайте, самое главное в вашем исполнении? Ну, главного было много. Потому что вообще у нас в музыкальном театре такой, что у нас что не происходит, все главное. И самое главное то, что у нас уже в феврале 2019 года исполнилось Новосибирскому музыкальному театру 60 лет. Это хорошая, круглая, красивая дата. И с этой датой у нас много связано. Потому что история нашего театра достаточно яркая, достаточно звучная. И, конечно же, мы проводили наш юбилейный вечер очень и пафосно, и весело, и, мне кажется, очень подружески. Потому что к нам, помимо наших собственных артистов, помимо собственных гостей в Новосибирске, к нам приехали из 11 театров представители коллективов, трупов Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Иркутска. Очень много наших артистов, наших коллег приехали из других городов. И вот второе отделение, которое было посвящено как раз нашим гостям, отданным на откуп, оно, на наш взгляд, просто прозвучало замечательно. Потому что это такой был фейерверк талантов. Потому что, вы понимаете, каждый театр старался отправить к нам, делегировать самое лучшее. И это лучшее, те, кто пришел к нам на концерт, имели возможность, конечно, понаблюдать и порадоваться. Ну и первое отделение было наше, собственное, где мы тоже показали лучшие фрагменты из наших спектаклей. И мне кажется, что вот весь вечер, вечер 2 февраля, новосибирцы имели возможность видеть на нашей сцене большой праздник талантов. Ну, закончился, скажем так, праздничные юбилейные торжества, хотя они у нас были не только в театре, еще и в Краеведческом музее. Мы еще пустили театральный вагон в метрополитене. У нас много что интересного в эти дни происходило. Да, да. И надо сказать, что дальше уже по накатанной мы все время какие-то события, значит, устраивали. Мы делали, во-первых, новые спектакли, новые премьеры. Две замечательные премьеры у нас после нашего юбилея прошло. Потом у нас была поездка в город Севастополь. И это были чудесные гастроли. Наша труппа, она, вы знаете, настолько была довольна этими гастролями, что каждый артист ко мне подходил и говорил, спасибо вам за такие замечательные гастроли. Но не только из-за моря. Ну, вы знаете, не только из-за моря. Ну, во-первых, многие вообще действительно выезжали на море впервые, потому что у нас труппа молодая. И не все бывают и на море, и в Крыму. Но, кроме того, не все же были заняты ежедневно. И некоторые, кто не был так плотно занят, имели возможность объездить весь Крым. И где они только в это время не успели побывать. И что только не успели посмотреть. И когда мы возвращались, то возвращались наши артисты вот с такими широко открытыми глазами. Во-первых, нас прекрасно принимал Севастопольский театр. Это замечательное здание, белоснежное здание театра, находящееся прямо на набережной. И это, конечно же, тем более, вы можете оценить и понять. Ну, а в это время на нашей сцене гастролировали артисты Севастопольского русского академического театра, драматического театра. И тоже мы их принимали, те, кто оставался в Новосибирске, принимали очень гостеприимно, очень добродушно, так же, как они нас там. Поэтому вот такой обмен, скажем, артистами у нас состоялся, обмен спектаклями. И мы имели большой успех в Севастополе, а севастопольцы просто феерически прошли в нашем театральном мире. Леонид Михайлович, ну, нельзя не упомянуть о фестивале «Другие берега». Это же тоже очень большое дело, большое мероприятие, на которое зрители ходили с большим удовольствием. Я был на нескольких спектаклях, и зал был полон, я видел. Ну, дело не только в том, что зал был полон. Дело в том, что впервые Новосибирск мог посмотреть полноформатные мюзиклы такого широкого состава, когда театры привозили с собой не только солистов, что обычно происходит, а привозили с собой полный состав труппы. Это и солистов, это и хор, это и балет, это и оркестр. И каждый театр, а мы в течение недели показывали этот фестиваль, привозил примерно по полторы сотни сотрудников, включая артистов, как вы понимаете. То есть такого мощного десанта в течение недели, даже чуть больше, Новосибирск никогда не видел, потому что у нас работа шла круглосуточно. И если бы вы ночью проехали мимо здания театра по улице Каменской, вы бы увидели, как еврофуры, сменяя одну другую, вот просто колесили вокруг нашего театра, и все время шла какая-то ночная жизнь. Разгружали, загружали декорации. Это было, конечно, очень интересно и очень трудоемко, потому что это действительно большая работа. Тем более, что к нам приехали очень известные коллективы. К нам приехал Московский театр мюзикла, привез замечательный детский спектакль, который, может быть, совсем и не детский, а скорее для взрослых. Он так и называется, все о Золушке. И в Москве, например, он идет под рубрикой «Золушка для взрослых». Там нет ничего такого, что можно было бы сказать, что только исключительно с каким-то таким возрастным ограничением, но тот юмор, та ирония, которая существует в этом спектакле, она, конечно, была доступна в первую очередь взрослым. Был другой спектакль, тоже очень интересный. Это спектакль Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, в котором мы открывали фестиваль. Это спектакль «Белый Петербург». Это трагическая, драматическая вещь из истории России. И, конечно же, это такое полотно, которое просто редко в каком городе можно было увидеть. Они редко вывозят этот спектакль на гастроли. И поэтому новосибирцы тоже имели возможность увидеть этот спектакль. Были спектакли совершенно необычного плана. Это, опять же, спектакль, скажем, больше концертная версия, которую привезли нам из Екатеринбурга. Это Леберовская «Эвита». То есть это вы видели, да, и вы видели, как культурно сделан этот спектакль, как замечательно звучали голоса артистов, как превосходно работал оркестр, который находился на этом спектакле, на сцене. И это все производило впечатление. Олег Михайлович, прервемся на минуту, затем вернемся в студию и продолжим беседу. В гостях у нас сегодня директор Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис. Уважаемые телезрители, продолжаем беседу с директором и художественным руководителем Новосибирского музыкального театра Леонидом Кипнисом. Леонид Михайлович, давайте начнем нашу вторую часть беседы с премьеры, которая недавно произошла в Театре музыкальном. Расскажите нам о ней. Что необычного, что нового, что неординарного вы представили зрителям на сей раз? Ну, на сей раз вы понимаете, что идет год театра. И если мы начинали год театра своим юбилеем, то закончить его мы тоже должны были как-то звучно, неординарно и эффектно. И для этого мы выбрали совершенно неожиданный ход. Мы взяли музыку замечательного рок-музыканта Юрия Шевчука. И на основе его песен, на основе его произведений создали пьесу, посвященную уже не столько самому Шевчуку, сколько жизни собирательному образу некоего рок-музыканта как такового. Такой обобщенный образ. И пьесу, которую написал санкт-петербургский драматург Константин Рубинский, она была, так сказать, полностью и о жизни Шевчука, и о творчестве вообще рок-музыканта в России. Причем не сегодняшнего даже времени, а времени еще до перестроечного. И период становления рок-музыканта от какого-то самодеятельного артиста до профессионала, который собирал дворцовые площади на свои концерты, это было очень интересно. Но решение, конечно, самого этого спектакля было для нас тоже очень проблематично, потому что хотелось найти какое-то адекватное звучание песням музыки Юрия Шевчука. И, конечно, мы пригласили известную постановочную группу, с которой мы уже неоднократно работали. И, в первую очередь, это же, конечно, наш золотомашечный приглашенный режиссер Филипп Розенков к спектакле, которые уже дважды становились лауреатами «Золотой маски». И пригласили того же самого Константина Рубинского, пригласили великолепного художника Елены Вершинину из Санкт-Петербурга, пригласили балетмейстера Ярослава Францева. И вот всей этой дружной, замечательной творческой командой решили найти какой-то особый образ этого спектакля. И этот образ был не только музыкальный, этот образ был визуальный совершенно удивительным образом сделан, создан, придуман художником Еленой Вершининой. Потому что стилистика этого образа представляла собой некую картину, не столько живописную, сколько картину, которую можно понять, представить, листая некие комиксы. Вы знаете, что комикс – это как жанр, он, конечно же, в первую очередь такой бумажный. И эту изобразительную часть вот этого комикса мы постарались перенести на нашу сцену. Каким образом? Конечно, ни о какой бумаге там речи быть не могло. И поэтому вместо бумаги на нашей сцене находились громадные конструкции из панеры. И вот эти панерные конструкции были расписаны различными надписями, различными изображениями, различными картинами. Более того, все, что существовало на сцене в течение всего спектакля, будь то гитара, будь то стол, будь то стул, будь то графин с водой, все было нарисовано. Это визуальная картина. А вот музыкальный ряд, чтобы привлечь зрителя, молодого зрителя, надо какие-то же вещи современные туда включать, как вы полагаете? Вы совершенно правы, да. И, конечно же, мы тоже над этим думали и ломали голову. И у нас уже был своего рода опыт давно, когда мы делали французский мюзикл Тристана и Зольда. И в этом мюзикле тогда и сейчас мы решили пригласить новосибирскую кавер-группу, рок-группу «Красный берег», которая очень удачно вписалась в этот спектакль. И вместе с нашим симфоническим оркестром в некоем таком музыкальном симбиозе могла представить вот песенное творчество Юрия Шевчука. Уже, так сказать, с роковой какой-то такой, как бы, краской. И это было очень впечатляюще. Потому что подобное сочетание симфонического оркестра и рок-группы, ну, вы знаете, существует в мире, конечно, есть они. Ну, типа «Металлика», еще какие-то, значит, американские, французские группы. В России, как правило, это встречается очень и очень редко. Как вы думаете, опыт такой удался у вас? Удался, тем более, что это уже как бы второй опыт. Потому что, когда мы ставили Тристана и Зольду с французским композитором, который приезжал специально, вы помните, Алан Симон, он привозил своего итальянского друга, певца, который выступал в этом нашем спектакле, австралийскую, австралийская сопрано, девушку, которая не только пела, но и играла на кельской арфе. Мы уже тогда поняли, что это сулит для нас какие-то особые возможности. И даже в этом спектакле мы использовали не только симфонический оркестр, и не только кавер-группу, но мы еще использовали мультиинструменталиста Галины Беляевой, которая играла на многих инструментах в этом конкретном нашем спектакле. Леонид Михайлович, у меня вот такой деликатный несколько вопрос, но я очень хочу, чтобы вы на него ответили и выразили свое мнение по этому поводу. Я пока не могу как-то определиться для себя, для чего и почему это нужно. Многие драматические театры ставят музыкальные спектакли. Ну, я не знаю, театр, там опера и балета ставят оперету. Для чего это нужно, я не совсем понимаю. Как вы к этому относитесь? Это нормальный ход событий? Это нормальный ход репертуарной политики? Или это на удивление публики? Для чего это? Ну, вы знаете, Игорь, я не буду сейчас анализировать работу своих коллег, кто как ставит оперный театр, ставит оперету. Причем в этих опереттах зачастую играют наши артистки, которые у нас работали долгое время. Ну, замечательно, они теперь поют на сцене оперного театра. Я не буду анализировать работу драматических театров, которые тоже стараются брать мюзиклы и в силу своих, может быть, скромных вокальных возможностей, пытаются выразить нечто свое. Вы знаете, у меня всегда представление о том, что музыкальный театр, это в первую очередь, должен собой представлять фигуру вокалиста. И если это вокалист, имеющий профессиональные вокальные возможности, и данные, тогда, мне кажется, это действительно музыкальный театр. Если этот вокалист поет так, как поют драматические актеры, ну, хорошо, они поют как драматические актеры, но лучше, если бы они играли как драматические актеры. Понимаете, что не всегда, кстати говоря, удается. Поэтому я с удовольствием смотрю и то, и другое, и третье. Мне, безусловно, любопытно, потому что... Вообще, мне кажется, сегодня наметился некий, понимаете, такой синкретический спектакль, который представляет собой симбиоз жанров. Когда все время жанры тяготеют к некоему такому... С одной стороны, раздвиганию границ жанровых, с другой стороны, заимствованию из других жанров того, что может их обогатить. Какие-то элементы, да. Да. Поэтому для меня ничего удивительного нет. Я вижу очень много, что заимствовано у нас, не только артистов. Вот, я вижу то, что наши, понимаете, какие-то художники, режиссеры, и более того, композиторы, они не только для нас пишут и у нас работают, но они переходят и в другие жанры. И превосходно чувствуют себя там. Потому что, вот, например, тот же Филипп Розенков, который у нас превосходно, скажем так, работает, будучи у нас просто приглашенным режиссером, он является главным режиссером уфимского оперного, башкирского оперного театра. Понимаете, это совсем другой жанр. Но именно в нашем театре он уже получил за два спектакля «Золотые маски». Очень хорошо. Да. Подведем черту во второй части нашей беседы. Все, что талантливое, имеет право на существование. На этом пока и закончим. У нас в гостях сегодня директор и художественный руководитель Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис. Уважаемые телезрители, продолжаем беседу с нашим ранним гостем. Это директор и художественный руководитель Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис. Леонид Михайлович, вот какой у меня следующий вопрос. Давайте поговорим про классическую оперету все-таки. Нужна ли она сегодня? Остались ли те режиссеры, которые могут поставить достаточно прилично, интересно для зрителя ту добрую оперету, которая была когда-то? Видите, с какой я теплотой это сказал. Да, я бы даже сказал не только с теплотой, а с некой нежностью говорить о классической оперете. Мне это, безусловно, очень импонирует. Вы знаете, действительно, в последние годы слышно очень много голосов о том, что оперета умирает, оперета умерла. Но, вы знаете, наверное, речь может идти о плохой оперете. Плохой оперете не написанный плохо, а плохо поставленный. Потому что, как правило, вы знаете, в нашей стране достаточно мало театров музыкальной комедии, оперетты. И названия, которые они используют, они, кстати говоря, очень часто совпадают в том или ином театре. И вот, например, в нашем театре последнее из названий, которое у нас посвящено классике, это редко идущее в России название. Это классическая оперета. Это оперета Иоганна Штрауса «Ночь в Венеции». Знаете, сложнейшая музыкальная партитура. Очень непростой либретто. И я вам скажу, что уже сам факт выбора этого названия в нашем репертуаре очень много определяет для тех критиков, тех экспертов, которые интересуются именно классической опереттой. И очень много желающих и в Москве, и в Санкт-Петербурге увидеть этот спектакль своими глазами и услышать. И тем более, что этот спектакль безумно красив. Мне очень нравится не только музыкальная сторона этого спектакля, но все-таки это Штраус, как вы понимаете. Мне очень нравится то, как он сделан визуально. Опять же, замечательным художником Еленой Вершининой, потому что совершенно великолепная сценография. Безумно красивые фантазийные костюмы. И кроме того, дух карнавальной Венеции, который царит в течение всего спектакля. Был в Венеции, в карнавальной Венеции не был. Я думаю, что я посмотрю ваш спектакль. Леонид Михайлович, расхожая такая фраза «Театр искусства молодых». Как обновляется у вас актерский состав? И вот, как правило, говорят, очень сложно найти героя и героиню. У вас есть такая проблема в театре или нет? Ну, вы знаете, даже в свое время была такая повесть, потом, по-моему, была даже пьеса, сценировка пьесы. Вот так и называлась. Значит, она называлась так. Требуется героиня. И действительно, это не просто так взято откуда-то с потолка. Это действительно проблема. Проблема любого музыкального театра. Потому что в драме все гораздо проще. В драме проще, ну, какая-то, так сказать, симпатичная с виду внешность. Границы стеркута, да? Какие-то, значит, навыки актерского мастерства. И этого бывает достаточно, чтобы вот такая кукла прошла по сцене, произнесла несколько слов, призналась в любви своему возлюбленному и тем самым завоевала, так сказать, правом называться героиней. Я понимаю, к чему вы ведете. Вокал. Конечно. Вы совершенно проницательно, так сказать, оценили мою, так сказать, эскападу. Потому что, я вам скажу, вокал – это непременное условие для любого артиста музыкального театра. Не просто вокал. А вокал тот, которым можно наслаждаться. И наслаждаться, в первую очередь, конечно, слушая героев. Не только Субрятку или Простака, или там Инженю, или какие-то другие амплуа. Но герой должен обладать и героиня превосходными вокальными данными. Кроме того, он должен быть очень красив. И вы знаете, вот надо вам сказать, что в нашем театре весь этот набор таких актерских и внешних, и внутренних, так сказать, возможностей у наших актеров существует. И, конечно же, наверное, это еще и связано с тем, что в нашем театре очень молодая труппа. Вы знаете, зачастую, когда мы распределяем роли, головной болью становится даже не только, кто будет играть того же самого героя, героиню, но кто будет играть их родителей. Потому что как-то так получилось, что все-таки старшее поколение отошло на второй план. И для нас иногда бывает сложно найти в нашей собственной труппе тех, кто может играть более старшее поколение. Леонид Михайлович, извините, что я вас перебиваю. Такие имена, как Ромашка, Титкова, Валевачев, Шаляпина, как заняты в репертуарных спектаклях? Ну, вы знаете, тех, кого вы перечислили, практически уже не заняты. Ну, во-первых, в силу своего возраста. Люда Шаляпина сейчас уже преподает. Иван Андреевич Ромашка. Вот недавно он отпраздновал свое 90-летие. И, конечно, уже в силу хотя бы этой красивой даты вряд ли он, так сказать, способен выдержать весь спектакль. Но есть еще одно имя. И вы совершенно справедливо, наверное, его не упомянули, рассчитывая, что я сам произнесу его. Это Александр Воскребенц. А я его не считаю слишком старым. Ну, я тоже его не считаю, да. Но, тем не менее, у него тоже, даже не буду называть, какая дата грядет, но очень красивая, круглая дата. А в силу его, скажем так, внутренних, физических данных, конечно, он превосходно выглядит, превосходно держится. И уже в середине февраля мы планируем провести бенефис, посвященный народному артисту России, лауреату «Золотой маски», лауреату премии «Легенда», лауреату многих парадизов и многое-многое-многое. Знаете, так говорят, и цитара, и цитара, и цитара. А я его не вспомнил, потому что он очень плотно занят в репертуаре. Мы стараемся, чтобы, конечно же, он участвовал в наших спектаклях, потому что у него удивительная энергетика, у него удивительная харизма. И даже если он выйдет на сцену и ничего не будет говорить, сам факт присутствия на сцене этого артиста уже определяет успех спектакля. Это правда. Ну что же, подходит наше время в эфире к завершению. Леонид Михайлович, что хотелось бы пожелать себе в будущем году, театру и своим зрителям? Ну, во-первых, мне бы хотелось, чтобы вы, наконец, пришли к нам на пример. Я прийду, я обещаю. Вот. Я бы хотел, чтобы вы пришли не один, а чтобы вы приходили с вашими телезрителями. Потому что, поверьте, то, что ваши телезрители будут ходить в театр, это только им позволит, скажем, и духовно вырасти, и поручить какое-то моральное удовлетворение, и разнообразить свою жизнь. Потому что, конечно же, канал СТС – замечательный канал. И в нем все можно увидеть и услышать. Но все-таки есть театр, в котором немаловажный эффект присутствия. И только непосредственно присутствие на хорошем спектакле можно получить настоящее удовольствие от увиденного. Поэтому я очень хочу, чтобы ваши телезрители ходили как можно чаще на наши спектакли текущего репертуара и приходили к нам на премьеры. Спасибо вам. С наступающим вас Новым годом. И я благодарю вас за то, что вы нашли время, предновогоднее время найти минутку и рассказать нам о том, что интересного происходило у вас за этот 2019 год. Спасибо. И с наступающим Новым годом. И вас с наступающим, и ваших телезрителей. Спасибо. Уважаемые телезрители, в гостях у нас сегодня был директор и художественный руководитель Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова